Здравствуйте, уважаемые коллеги и уважаемые владельцы наших питомцев. Если вы хотите, чтобы я дал консультацию по вашему случаю, первое, что главное и что самое, с чего все начинается, это с симптомов. То есть, самое главное и самое важное, это не КТ, не МРТ, не рентген и так далее, и так далее. УЗИ, анализа крови, нет, симптом, самое главное, симптом. Всегда все начинается с того, что врач должен понять, какой симптом он должен осмотреть. Иногда по видео, иногда можно это понять по, например, осмотру другого врача, да, то есть, если осмотр врачом сделан правильно, то есть, если невролог осмотрел и определил зону поражения, да, вот это то, что нужно. Я буквально тут недавно был тоже случай, хороший иностранный невролог, да, то есть, вот, смотрите, я вам просто покажу, да, как выглядит нормальная локализация, да, то есть, вот, пишет такой-то отдел, такой-то отдел, такой-то отдел, вот это то, что надо, да, то есть, какие нервы, вот это называется, ну, на английском языке, правда, но это называется осмотр неврологом, да, и вот это то, что надо. Вот, поэтому, ну, а дальше присылайте свои исследования в диком формате, в том формате, в котором выдает рентген, КТ или МРТ, вот то, с чего надо начинать. У нас первый пациент из Московской области, Кен Чарст Паниель, вот здесь правильно все, значит, да, что собака меньше года и настораживает симптомы, чесала плечи и шею, вот, понимаете, вот с этого начинать надо, а не с того, что мы сходили в клинику и нам назначили габапентин, который никогда ничего еще, никого не вылечил, еще диокарбом разбавили и преднизолона добавили, понимаете, то есть, вот, совершенно правильный подход, у нас собака, у нее симптомы, все, да, через Паниель, одним словом, да, вот симптомы, понимаете, вот, нельзя их, например, увидеть там, постоянно надо снимать видео, не присылать видео от соседской собаки, да, или там где-то найденной в интернете, а именно от этой конкретной собаки, потому что болезнь у всех, у каждого своя, поэтому это тоже важный момент. вот, брат, сестра, теща там или кто там, чем болеет, вообще мало интересно, интересно вот этот конкретный пациент, чем конкретно он болеет, какие конкретно у него симптомы, и вот смотрим эти симптомы, все, определили симптомы, да, дальше есть смысл идти дальше, вот, игра на воздушной гитаре называется симптом, что мы делаем, дальше мы смотрим МРТ, а есть МРТ, не знаешь, вот тут очень важный момент, вот это заключение по МРТ, это взгляд вот какого-то врача, какого-то известного, да, он на этом подписался где-то, на это МРТ, никакого отношения к МРТ это не имеет, это взгляд какого-то врача, какого-то специалиста визуальной диагностики, да, на это МРТ, это не МРТ, это его конкретный взгляд на исследование, вот, а вы присылаете ваши, чтобы у меня появился какой-то взгляд, да, чтобы я вам прокомментировал, вот, ну, в принципе, вот с фиринга-мейли, океаре, подобный синдром, да, то, что называется, вот, ну, ну, чем, как лечить спиронидоточного отверстия, самая частая операция, которую я, наверное, делаю в своей практике, с удалением опухоли головного мозга, вот, еще надо обязательно посмотреть, нет ли, зачем там, подгибали, разгибали, я так понимаю, что собаки меньше, сколько, а, нет, 19-го года, да, вот, и без смысла, не надо, что, погибать это все, ни на что не влияет, вот, и еще посмотрим уши, потому что у нее еще и гиперсекреторный средний отит, вот, здесь все понятно, лечим гиперсекреторный отит, смотрим, какие у нас результаты, а потом расширяем заточное отверстие, все легко и просто, а грыж нет, спрашиваете, как лечить протрузии и грыжи? Грыж не существует, есть 7 типов болезней диском, бла-бла-бла-бла и так далее, целая лекция на 3 часа у меня есть, просто коротко сейчас, вот, операция гарантированная, избавили собаки от боли, обычно, да, избавляет, обычно избавляет, не существует, значит, можно никакого медикаментозного лечения, почему его не может существовать в реальном мире, он есть только в каком-то мире этих самых, не знаю, вот, нельзя медикаментами сделать так, чтобы вот это место было проходимо для ликвора, так же, как оно должно быть, вот это, видите, вот это, ну, исследование такое, миела называется, то есть, вот отсюда, вот это четвертый желудочек, из четвертого желудочка, вот, в район цистерны магна ликвор не попадает, понимаете, вот не существует никакой, никакого лекарства, препарата, вещества, которые бы взяли и восстановили ток ликвора в этом месте, то есть, он здесь точно нарушен, то есть, не существует какой-то чего-то там, чтобы взяло и вот эту кость разрушило и вошло бы в четвертый желудочек, не существует, существовать не может, не существует препарата для рассасывания, там, фаланги, мизинца на левой, правой руке, или левой, или правой, какой-нибудь руке, понимаете, а зеленая таблетка от мизинца на левой руке, а фиолетовая от правой, но не бывает этого, поэтому не бывает никакого консервативного лечения, медикаментами можно на какой-то промежуток времени просто убрать симптом, все, то есть, мы можем убрать на какое-то время симптом, все, вот это же очевидно, вот, сейчас покажу, как лечится, как лечится, чтобы просто понять, о чем я говорю, проще посмотреть, потому что я понимаю, что это все, что я там говорю, это такая ерунда, ну, вот такая же ситуация, понимаете, ну, это, здесь владельцы поняли, что, то есть, вот как можно быть лекарством, которое вот так возьмет и уберет вот эту кость, ну, вот как? просто понятно, что те, кто не понимает сути болезни, да, вот, есть врачи, которые сути болезни не понимают, они не понимают, что там происходит, почему оно происходит, из-за чего оно происходит, оперировать не умеют, не знают, они, естественно, что им еще остается, да, значит, лекарство спреднизолонов, вот, я уж не говорю про эту глупость, амепразол, да, то есть, ну, просто никто не читал исследования, да, то есть, где-то кто-то, знаете, одна баба сказала, а другая повторила, знаете, есть такое, вот, а то, что это исследование по, вообще полный бред, ну, понимаете, надо уметь читать исследования, вот, поэтому, что надо? Лечить, лечение бывает только хирургическое, гиперсерриторность среднеотита, он промывается, тоже очень легко лечится, носительно, да, то есть, берется эндоскоп и промывается, ну, как, не знаю, там, промывается ухо, можете, наверное, другая, правда, порода, не гиперсерриторность среднеотита, среднеотита и рахицефалов, но суть такая же, то есть, взять и промыть, взять эндоскоп и промыть, вот, это все так делается, поэтому с вами все понятно, очевидно и однозначно, то есть, диагноз понятен, способы лечения однозначны, все однозначно, все понятно и вообще, все супер, типичный случай, хорошо, когда есть типичный случай, потому что проще всего помочь, вот, ну, следующий пациент, какой у нас из Нижнего Новгорода, веслоухий кот Марс, ему 4 года, попал веслоухий кот, запущенный, все суставы костеневшие и неподвижные, костные мозоли, прошли подушечки, ну, так надо прооперировать, все, в чем вопрос, в чем вопрос то? Врач рекомендует апмутацию и установку протезов? Хорошо бы, конечно, прислать, все-таки, не изображение, зачем, у него своих осей много, лично, ну, вот это все легко удаляется, у меня есть на канале, опять же, как-то это дело. То есть, не обязательно ампутировать? Зачем лапу ампутировать, поудалял, элементарно делается, кожу разрезал, эти, ну, удалил и все. Все. Ну, если интересно, зайдите на канале, найдите там, лечение хондродисплазии, мастер-хондродисплазии. Ну, это, ну, такой вопрос, знаете, вообще.